Практическая психология От всего происходящего Есть ли у вас какие-то признаки Вот вы прямо в себе замечаете Признаки тревоги Может быть в людях Которые вас тоже окружают Вы это тоже видите? Да, конечно Я думаю, что ситуация тревожная Никто тут это отрицать не может Мы такого не заказывали, не ожидали И тревожность повышена у всех людей Просто в разной степени И проявляется она по-разному Какие-то признаки можно у всех увидеть А давайте мы сейчас разведем Да, вот такие понятия Как, например, тревога и тревожность Ну, тревога Это такая базовая наша Базовая эмоция Очень глубокая, да Древняя эмоция Которая нам необходима для выживания На самом деле Каждый человек оснащен системой тревоги Да, это такой огромный будильник В нашей голове Который звенит постоянно Когда мы видим что-то опасное Или тревожищее Тогда мы, в принципе, слышим этот звук И можем избежать опасности Перейти к осторожности Вот эта функция тревоги Прямо некоторые даже говорят Что тревога Это тот первый кирпичик Который у нас заложен В качестве инстинкта выживания Да? Конечно Если бы мы его не считывали Не чувствовали Мы бы не выжили как вид Да Причем тревога Она не только нам свойственна Даже с животным Вот насколько древняя Наша эта эмоция Без нее мы не выживем Архаичная, да Хорошо А вот тревожность И вот случается так Что тревоги слишком много И человек уже Психика Не может уже справляться с ней И тогда мы получаем тревожность Тогда мы уже видим проблемы То есть организм не справляется И этот звонок в нашей голове Звенит постоянно Например Либо наоборот Не звенит тогда Когда нужно Мы получаем проблемы С тревожностью Какие признаки Мы можем увидеть В своей жизни Или например Мы можем увидеть Это у коллеги У ребенка Признаков очень много Не всегда Человек может Их интерпретировать Что я тревожусь Но заметить Что с ним что-то не так Он точно всегда может Что у нас меняется Меняется Сон Проблемы со сном Проблемы с питанием Мы можем заметить Обсессивные мысли Различные Вот эти вот покупки спонтанные Например Давайте будем подробнее И меньше терминов Потому что Да, мы очень хотим Чтобы психология Была очень доступна Для наших слушателей Что это за мысли Это мысли Которые постоянно Крутятся в голове Да, мысли Навязчивые мысли Которые постоянно появляются И контролировать их Не получается Например Вот эти Различные мысли О том Что нужно купить Там очень много гречи Там, да И всего такого Нужно сделать то и это Которые у нас нет Отпускают И постоянно Постоянно Тревожат таким фоном А вот, например Люди, которые Часто ходят Проверяют Выключили ли они Утюг Конечно Или А выключена ли у нас Сейчас газовая плита Да Это как раз тоже Относится К этим самым Навязчивым Мыслям и движениям Да Это такие Компульсивные Как раз действия Это такой Звоночек Повышенной тревожности Конечно Да Что вот Часто моем руки Ну мы все вроде бы Сейчас часто моем руки Но некоторые делают это Даже не вернувшись Откуда А просто дома Постоянно-постоянно Да Они моют руки Когда уже мы видим Что-то чрезмерно Вот такие Например Да Вещи Далее У детей Часто появляется Много страхов И они такие сильные Они не могут заснуть Раньше ребенок Нормально укладывался На сон А сейчас там Мама хочу пить Мама хочу кушать Вторую сказку И так далее Да И он плохо спит У него снятся кошмары Да Фобии какие-то И родители не могут понять Что происходит с ребенком Да Это всего лишь Повышенный эмоциональный фон Наверное В семье Да Который может Который на ребенке Отражается вот таким образом Он не может сказать Что его тревожит Он как правило Сам очень сложно осознает это Но тревога должна быть выражена Да Это эмоция Которая побуждает нас К определенным действиям Она ищет выход Да Мы об этом еще поговорим Чуть позже Да Я предлагаю еще Вот например Проговорить такие симптомы Как затрудненное дыхание Оно тоже бывает Очень часто Да Дальше Ощущение сдавленности в груди Очень многие например Говорят что Как будто бы даже Воздуха не хватает Воздуха не хватает Вздохнуть не могу Полной грудью Как будто вот Недостаток Или человек Общается с вами Говорит что-то Да Рассказывает А при этом Все время вздыхает Как будто бы пытается Что вот сейчас я еще раз Поглубже вдохну и выдохну Да И как будто бы мне легче станет Да Вот прям такие вот ощущения Мы наблюдаем Да У наших клиентов У детей Очень часто Можно наблюдать Вот они начинают Обкусывать ногти Накручивать волосы Да Сосать что-то Сосать пальцы Или предметы Да Все это такое Возвращение Вот к такому Младенческому возрасту Когда они утешались В материнской груди Да И сейчас это Очень часто Тоже можно увидеть У деток Вот Взрослых Конечно там Не так будет проявляться А вот у детей Но тем не менее Да Вот это же опять Накручивание волос на пальчик Да Это же мы можем наблюдать И у взрослых Например Это может Да Конечно Это тоже проявление Своего рода Такое Ну это психосоматики Нужно сказать Да Что у детей Может быть Такое Что возникают боли Например В животе Которых раньше не было И причин для них нет А ребенок чувствует Например Боль В животе Могут быть Нервные тики Да В таких тяжелых случаях В общем Очень много признаков Очень много признаков И вот Дифференцировать их Что это Чаще всего Человек идет Куда-то к терапевту Да Сейчас у нас Люди стараются До поликлиник Не доходить Да И вот мы сегодня Наверное Попробуем в программе Рассказать О таких практических Рекомендациях Как снизить Да Вот этот уровень Тревожности Мы помним о том Что тревога Это вообще Нормальная Да Эмоция Необходимая Необходимая Для человека Но вот уровень Повышенной тревожности Это то состояние Когда В общем-то Если человек Находится длительное время В этом состоянии То тогда бывают Какие-то определенные Последствия Да Что это Что это за последствия Конечно Конечно Это очень вредно Мы сами Все это понимаем Потому что Страдает иммунитет Наш Человек Вплоть до того Что может Перестать нормально Функционировать Он просто не может Выполнять свою работу Да Потому что Вот он в этой тревоге Находится Вот поэтому Не будем допускать Этого Да А вообще Профилактика Конечно Самое лучшее Что можно тут сделать Оля Вот Если Например С ребенком Понятно Да Иногда родители Приходят И говорят Что давайте посмотрим Тогда мы можем У нас есть Такой инструментарий Как Да Мы например Можем дать ребенку По возрасту Определенный тест Где он покажет Что у ребенка Там высокий уровень Тревожности У взрослых Тоже есть такие тесты Когда мы видим Это Явно Да То Что мы Как психологи С вами можем Использовать Давайте Поговорим Про Наши методы С какими методами Мы работаем Со взрослыми Или с детьми Давайте с детей Начнем Ну С детьми Мы очень четко Должны понимать Что если мы Видим признаки Тревоги То мы Никогда Не работаем С признаками Если Ребенок Сосет карандаш То наша цель Не сделать так Чтобы он Перестал это делать Не намазать карандаш Горчицей Потому что таким образом Мы проблему не решим Мы решаем проблему Если мы видим Признаки тревожности Первое Что нам нужно Понять Что это верхушка Айсберга И просто у ребенка Слишком много тревоги Поэтому первая рекомендация Везде Где возможно Снижаем тревогу Каким образом Мы это делаем То есть мы работаем С семейной системой Да? Конечно Конечно Сейчас ребенок Находится вообще Внутри семьи Да? Он контактирует В основном Только с мамой и папой И очень важно Чтобы этот контакт Был безопасным Таким обнадеживающим Чтобы взрослый рядом Был уверенный И стабильный То есть мы следим За тем Как мы общаемся С своим ребенком И что мы ему говорим То есть маленькому ребенку Можно вообще в принципе Не говорить Да? О том Что сейчас происходит До такого возраста До школьников Можно не говорить Вообще всю информацию Детям такого плана Лучше давать по запросу Когда есть запрос И очень дозировано И мы смотрим Мы всегда смотрим Сколько тревоги Может выдержать ребенок Потому что одному ребенку Например можно сказать Ты знаешь же Ситуация действительно тревожная Но у меня все под контролем А другому ребенку Мы даже будем еще мягче Это подавать Что там все хорошо Мы просто там допустим На каникулах Потому что мы понимаем Например Что тревога у него Взлетит до небес Очень быстро И мы его не тревожим Вот То есть вот такие моменты Меньше обсуждали То есть это родителям надо Родителям надо Чувствовать И познавать своего ребенка Да? Чтобы контролировать Вот эти процессы Потому что Очень же многие Особенно папы говорят Да ладно Что вы там придумали тоже Носитесь сейчас Там с моим сыном Или с моей дочкой Путь закаляется То есть пусть знает Что жизнь Не из-за одних розовых пирожных состоит Ну она К сожалению Или к счастью Никогда не состоит Из-за одних розовых пирожных Да Но сейчас Слишком много факторов Которые тревожат И лучше конечно Сокращать их воздействие На ребенка Нужно понимать Что психика у него Все-таки еще слабее Чем у взрослого Да мы бережем ее То есть она не так Он не так стрессоустойчив Да? В отличие от нас Конечно Конечно Просто часто такое бывает Что родители Сами плохо справляются Со своей тревогой И ну в общем-то Перекладывают ее Да? Куда бы ее деть Начиная там Ну одно дело Что мы будем обсуждать С друзьями Да? Одни и те же новости Совсем другое дело Если мы будем передавать Эту тревогу ребенку Потому что он возьмет Да? Ему деваться некуда Он возьмет все Что мы ему дадим Но справится ли он с ней Это большой вопрос И на самом деле Это цинично что ли Ребенку Да? Наши проблемы передавать Наши эмоции Это наша ответственность Хорошо Итак Если мы видим Что у ребенка Повышенная тревожность То сначала мы нормализуем Эмоциональный фон в семье Да? Обязательно Ни в коем случае Не отдаем ему Свою тревогу Правильно я понимаю? Что мы можем еще взять На контроль Вообще Нужно ли контролировать Эту ситуацию Например Должна ли быть Какая-то Дозированная информация Из средств массовой информации Для ребенка? Да Да, конечно Вот мы с вами сказали Что маленькому ребенку Мы вообще можем не говорить Либо говорить Вот Ну По вопросу Что спросил То мы ему ответили Очень кратко Конечно С подростками Уже это не получится Да? Поэтому мы с ними Проговариваем ситуацию Но мы проговариваем С позицией Что ты можешь Как ребенок Сейчас сделать Для того Чтобы Этого чрезвычайной ситуации В нашей жизни Не произошло Да? В семейной Ну Что может сделать Ребенок В принципе Да? Ну конечно Мы ему говорим Что нужно делать Какие сейчас меры Нужно принимать Чтобы снизить риск Но в целом Мне кажется Основной посыл Который мы должны Нести любому ребенку Независимо от возраста Это Уверенность Да? Некоторая Что Мы справимся с этим Да? Так или иначе Какие бы ни были времена Там Я твой родитель Я о тебе позабочусь Это важно даже подростку Давать понять это Да И при всем при этом Призвать к наверное Какому-то Ну какой-то ответственности Своего рода Потому что Да? Я прошу Чтобы ты тоже Не ходил например Там гулять Не был с друзьями Да конечно Мы соблюдаем Все рекомендации Которые есть Вот Как сложно Ведь это Подростку Сейчас воспринимать То есть очень многие Дети Они Ну такие вот Именно в подростковом Периоде Они прямо это Воспринимают Как Какое-то прямо Ограничение Причем очень болезненное Ограничение Своих Передвижений Прав и свобод Да И законно воспринимают Потому что Это действительно так И здесь мы получаем Такую ситуацию Что помимо Тревоги Мы вообще-то Можем получить Например агрессию Да Потому что тревога Она там Близко ходит одна Да Она с собой Подругу берет Вот И дети Ну вообще-то Это законно Вполне что Возникает еще И такая эмоция Потому что Действительно Мы все очень многого Лишились Да Лишились привычного Образа жизни Круга общения Особенно это Актуально для подростков Да Да Это очень важно Они это чувствуют Поэтому возможно Должна будет больше Раздражительности У ребенка Больше агрессии Мы должны быть К этому готовы К этому готовы И надо ли это Проговаривать Со своим подростком Что Я понимаю Что ты чувствуешь У меня может быть Даже периодически Такие же Возникают Мысли Чувства Эмоции Да Обязательно Обязательно мы это Проговариваем Любые эмоции Которые возникают У ребенка Хоть у малыша Хоть у более взрослого У ребенка Мы помогаем Осознать эти эмоции То есть Привести их В разряд чувств Если мы знаем С чем имеем дело Мы уже можем С этим контактировать И что-то делать И получается Мы помогаем Проживать эти эмоции Не просто называем их Но и помогаем проживать Вот как можно Помочь Прожить Подросток говорит Я прямо Чувствую Вот эту раздражительность Я чувствую Эту агрессию Я чувствую Что Меня все бесит Все Раздражает Как мы подростку Можем Помочь Справиться С этими Эмоциями Вообще здорово Если ваш подросток Будет вам Вот так говорить Прекрасный уровень Такого Контакта Со своими чувствами Вот И тогда мы Предлагаем ему Например Способы Экологичного Внушения Этой агрессии Так чтобы он Не навредил Ни себе Ни другим То есть мы Например ему Какие-то подвижные Игры предлагаем Если мы можем Возим его куда-то На дачу Там Даем мяч Отправляем их С папой Играть в футбол Например Если такой возможности Нет Мы пытаемся Его чем-то там Занять Мы даем ему место Погрустить об этом На своем примере Мы нормализуем Эти чувства Это нормально То что ты сейчас Испытываешь Я например Сейчас тоже с подругами Не могу встретиться Где-нибудь в кафе Посидеть Поговорить о нашем О девичьем И вообще Меня это тоже Очень беспокоит Беспокоит То есть мы проговариваем Что это нормально Но при этом Можно допустим С подростком Уже сделать Какой-то акцент На плюсы Зато мы так много Времени проводим С семьей Сейчас Зато давай Мы посмотрим С тобой семейный фильм Сейчас Или приготовим что-то То есть Вот какие-то такие моменты Или иди в душ И прокричись Ну как вариант Или в подушку Прокричись Или вот у тебя Если брат Сестра Иди поиграй С ним Кто кого перекричит Чтобы соседям Только терпение было Да Думаю сейчас Соседи Дуже более лояльны будут Хорошо Итак Теперь мы добрались С вами уже До Состояния Мы взрослые То есть мы поговорили Про маленьких детей Про подростков Взрослые Смотрите Вот тоже интересная Очень такая тенденция Очень часто бывает так Что Но женщина Она более эмоциональна Она может И поплакать И действительно И покричать И какие-то Проявить словами Да Рассказать о своих чувствах У мужчин Вот я по крайней мере Смотрю сейчас По клиентам Да У мужчин же Это все внутри Да И уровень тревожности Он у них Ничуть не ниже А еще бы я сказала Выше Потому что Они сейчас Ответственны За то Как вообще Будет жить Эта семья Да Его семья Каким образом Мы здесь можем Вот как женщины Например Помочь своим Мужчинам Своим мужьям Они не придут Они не придут И не скажут Что-то у меня Там сердце Бешено колотится Что-то у меня Ладони вспотели Они будут говорить У нас все окей Все нормально Сами не придут Скорее всего Правда Мужчины Так у нас Приучены Держать все в себе Да Марку Держать марку Марку держать Да И воспитываем Часто мальчиков Да Что-то такое сильное И не плачь Там и так далее И мы получаем Вот таких мужчин Которые не в очень Хорошем контакте Со своими эмоциями Вот Поэтому Здесь что Важно Наверное Создавать атмосферу В семье Вообще Такую атмосферу Где можно По крайней мере Проявлять эти чувства Все-таки То есть мы Проявляем заботу О себе И о своих близких И мы приглашаем Если можем К этому разговору Да Опять же Можно на своем примере Вот То есть мы делаем То, что можем Да И понимаем Что мы не можем Заставить Другого взрослого человека Меняться Но мы ему По крайней мере Даем такую возможность Тоже очень важный момент Это когда Мы же сейчас Еще и Своего рода Ну как Как звери в клетках Так да Может быть Не очень красивое сравнение Но тем не менее Мы понимаем Что при высокой тревожности Очень важна Физическая нагрузка Да А сейчас Как таково Физической нагрузки Можно Не сильно Ее разнообразишь Да Поэтому Каждое утро Я встаю Делаю зарядку Проверяю почту Завтракаю Да И вот такие какие-то вещи Они в принципе Снижают тревогу То же самое И с детьми С ними Слишком много Спонтанности Это плохо Да Мы все-таки Следим за распорядком дня У наших детей И у себя Вот Поэтому Дисциплина Вот этот цвет Снижение Снижение Снижает гормоны стресса Да Снижает кортизол Если у вас есть возможность Выехать на дачу И погулять на природе Сделайте это Плюс ко всему Смотрите Например Для кого-то Действительно Это будет режимный момент Да Там вовремя встать Вовремя лечь Да И для него Это будет Успокаивать Успокаивать Да Он понимает Что вот они Два берега Да И я встраиваюсь В эти два берега Как речка А для кого-то Сейчас будет Именно сохранным Да Пребывание Наоборот Как будто ты убавил Звуки Убавил Свет Убавил Своим Замедлился Да И так вот Чутьше Чувствуешь Да Что происходит Чувствуешь жизнь Прислушиваешься К себе И они тоже Да Такой способ Для них будет Переживание Да Ну смотрите Еще очень такой Хочу момент Проговорить Если вы выбираете Вы чувствуете Что именно таким образом Вы справляетесь С тревогой И со стрессом Да То это нужно Проговорить С вашими родными Потому что Ведь у них-то могут быть Совсем другие ожидания Да То есть Ты что тут лежишь Там да Ты почему все время спишь Да Надо что-то действовать Надо принимать Какие-то решения И вот здесь Опять-таки нужно Чтобы не довести До конфликта Да Потому что Сейчас конфликтогенность Она вообще повышенная Да В любой семье В любой группе Социальной И мы с вами понимаем Что если я проговорила Что для меня сейчас Это необходимо Это форма борьбы Вот с этой тревогой Или вот с этим Стрессовым состоянием Да Поэтому пожалуйста Не гоните меня На подвиги Не заставляйте меня Там да Совершать какие-то Делодвижения Я сейчас решил Просто там Да Здесь правда Очень важно Прислушиваться к себе Потому что Мы даже видим Вот В соцсетях Да Такую информацию Что там Это прекрасное время Сейчас учиться Чему-то новому Там Не знаю Мне кажется Некоторые люди решили Перестоять весь этот Кризис В планке Да Ну какие-то такие вещи делают Надо понимать Что это не всем подходит На самом деле У нас сейчас Очень много энергии Уходит на борьбу со стрессом На подавление тревожности И у нас может просто Не остаться ее Ни на что другое Ни на что другое А нам нужно Очень экономично И экологично Подойти к себе Потому что мы не знаем Сколько этот период Может продлиться И мы заботимся Мы заботимся о себе Мы заботимся о своих близких Мы не требуем Много от себя Если мы прочитали Там одну страницу Книги сегодня Да Мы молодцы То есть идем Маленькими шагами Если у нас Не получается иначе Вот смотрите Сейчас немножко Перейдем к стрессу Который мы уже С вами называли У стресса Есть несколько фаз Первая фаза Это мобилизация Мы все ее прожили Дальше Противостояние Когда мы активно Искали выход Из этой ситуации И вот сейчас Самую печальную Наверное Я назову фазу Истощение То, во что мы сейчас В общем-то Большинство По временным планкам С вами входим То есть Что на этой фазе происходит То есть При продолжительном влиянии На человека Стрессового фактора Организм начинает Истощаться То есть он становится Уязвим Каким-то вторичным угрозам Это К различным болезням К какой-то Психосоматике И так далее И вот тут Внимание Я хотела бы Обратить Ваше На то Что Это тоже В наших с вами В общем-то Руках Отчасти Конечно Да Мы должны Здесь тоже Подстелить соломку И вот Про сон Мы с вами Уже поговорили Про физическую Нагрузку Про то Что если есть Возможность Выехать на природу Если есть Возможность Пить какие-то Витамины Может быть Улучшить Своё питание Разнообразить Его овощами То есть Какие-то Такие Стандартные Обычные меры Мы их используем Чтобы поддержать Себя В этой фазе Истощения И когда Нам нужно Будут Нужны будут Наши психологические Физические силы Чтобы мы могли И на них рассчитывать Конечно Хорошо Оля Давайте мы с вами Вот такие Рекомендации Практически Что вы конкретно Используете Для своей семьи Для снижения Тревожности Для Стрессоустойчивости С ребёнком Да Можно и не только с ребёнком Но начнём с маленьких У меня сын Ему 5 лет И он как раз тревожный Очень тревожный Поэтому я ему стараюсь Вообще не говорить Ничего про эту ситуацию Правда ему рассказал Дедушка Дедушки Они умеют Я не успела Предотвратить эту ситуацию Но мы с ним Проговариваем Проигрываем Можно проигрывать Эту ситуацию Прямо на игрушках Можно рассказывать Какие-то сказки Он очень любит истории У меня тоже старший сын Приходит и говорит Иди Я тебя обниму младшему Я твой коронавирус Да Так вот весело бывает Да Можно нарисовать даже Например Этих монстриков Очень хорошо Снижает тревогу У моего чувствительного ребёнка И игры Игра Это вообще универсальный способ Для детей От многих проблем Поэтому Всё что касается Игр с песком Если нет песка Манка Группы какие-то Игры с водой Они успокаивают Здорово Они успокаивают Да Очень здорово Снижают тревогу Если вы хотите Вместе провести время Тоже можно использовать Там вот разные Такие игры Типа вот Генеалогическое Древо Допустим Создать Ну то есть Поддержать как-то Ребёнка Вот эти связи Которые у него есть То есть у тебя есть Прабабушка Прадедушка Бабушка Дедушка Мама Папа Вот они здесь Можно даже прям Какую-то сделать Работу такую Развесить эти фотографии Да Чтобы он поддерживал Эту связь Потому что мы же сейчас Особенно-то ни с кем Не общаемся Они ведь есть Далее Что мы с детьми Вот со своим Например ребёнком Да Ну мы в скайпе Да С бабушками Обязательно Общаемся Общаемся Чтобы поддерживать Эту связь Ну и бабушку Чтобы было Да Тоже не скучно Потому что бабушки Сейчас и дедушки Они конечно Тоже чувствуют Вот эту изоляцию Да Ну по крайней мере Если они далеко от вас Живут или живут И вы стараетесь Не особо сильно Их не посещать Да В связи С этой ситуацией Далее например Я ему Прям вот Даю место погрустить Об этом Да Где у вас это место находится Это место у нас Находится дома Да Ну где-то в наших Отношениях Да Имеется Потому что вот например Он любит На ложлях занимается Да Сейчас не может Этого делать Поэтому я вот Прямо так ему говорю Как жаль Да Как грустно А ты наверное Ждешь не дождешься И он такой Да Ему так вот прям Как-то легче становится Что его чувства разделили Да Что его понимают Вот А те У многих детей сейчас Вот эти все курсы Переведены на дистанционную Форму обучения Да И Некоторые там Отказываются от них Я думаю Что этого делать не надо Да Я вот Все куда он ходит Кружки Да И предложили перевести На дистанционку Мы Занимаемся То есть онлайн версия Да Почему Потому что Ребенок видит своего преподавателя Видит деток С которыми он встречался И это тоже дает ему Вот такую базу Что в принципе Все в порядке Условия жизни Изменились Но по сути все продолжается Так как оно было раньше То есть я часть вот этой команды Часть вот этого коллектива Я никуда не делся Да Я никуда не делся И все заведено Так оно и идет В принципе Да И плюс ко всему Вот это состояние устойчивости Да Появляется у ребенка В любом возрасте Потому что вот я смотрю Как для них сейчас важно Например просто даже В скайпе там Да Или в зуме где-то Пообщаться именно Вот той командой Той компании Компанией Которой они есть Которые Они встречались Раньше ходили там Гуляли например Там да И общались друг с другом И еще со своим ребенком Я конечно практикую Очень много контакта Да Он вообще только контактный Ну то есть он любит Чтобы его там гладили Да Где-то щекотали Целовали И у нас сейчас Такая возможность есть Мы со своими детьми Постоянно находимся 24 часа в сутки И если честно Вот я так смотрю Для дошкольников То еще и не так плохая ситуация Да Ну не все из них Очень сильно любят Ходить в садик Да Не все часто могут Общаться с родителями А здесь вот она Доступность есть Да И в принципе ребенку Вот доступность родителя Она тоже дает ему силу При условии Что родитель конечно адекватен Ну да Это конечно Хорошо А вот давайте сейчас Про общую семейную атмосферу Какие способы мы еще можем Внести Чтобы снизить Вот этот уровень тревожности Ну я так поделюсь Да Например я очень активно Использую аромамасла Да То есть например Каждый вечер У меня дети Принимают ванну Там да С ромашковым маслом Или же с маслом Моркови Да Он хорошая Понижает хорошо Уровень тревожности Но и хороший адаптант Поэтому Можете это тоже использовать Это может например Появиться даже У Вашей постели Какой-то США Да Чтобы эта же тревожность Была снижена И у вас И у вашего супруга Почему бы и нет Далее Посмотрите Очень важно Мы все с вами Так или иначе Заедаем Вот эти стрессы Да Поэтому От нас Как например От женщин Да Зависит рацион Питания Семьи И если мы например Начинаем вводить Вот это же количество Фруктов цитрусовых Да Которые повышают настроение Да Посмотрите Ваши домочадцы Что больше всего любят Там да Например Рыба с жирных сортов Она тоже Здорово снимает Уровень тревожности Можно Ввести Какие-то такие продукты Необходимые Для организма Ваших Домочадцев Да Чтобы И даже С помощью еды Диеты Вы могли Помочь Своим Родным и близким Справиться Вот с этой тревожностью И с этим стрессом Ну что Мы наверное На этом можем И завершить Надеюсь Что все наши Рекомендации Были вам Интересны и полезны Сегодня мы говорили О практических Рекомендациях По снижению тревожности И повышению Стрессоустойчивости Раскрывать Раскрывать эту тему Мне помогала Ольга Соболева Спасибо большое Спасибо Желаю всем здоровья Физического И психологического Да Конечно же И поддерживайте Друг друга В эти сложные времена Ну а потом Мы с вами вместе Все Отметим Нашу с вами победу Всего доброго И до встречи До свидания Практическая психология Субтитры создавал DimaTorzok